Завершается первая половина года. А это значит, что пришло время подводить социально-экономические итоги развития области. С этой мысли губернатор начал еженедельное заседание штаба по комплексному развитию. Пандемия коронавируса негативно сказалась на экономике региона. Упущенное нужно наверстать. Эта задача стоит перед разработчиками бюджета на следующий год. Формирование основного финансового документа уже началось. При его составлении должна также учитываться общая областная комплексная программа здравоохранения 2030. Разработать этот документ поручил губернатор. Что мы должны и можем сделать на региональном, на муниципальном, на федеральном уровне. Для того, чтобы улучшить качество здоровья людей. В рамках, в том числе, национального проекта. Улучшить качество здравоохранения. К работе над программой пригласят представители партии и фракции ЗАГС Собрания. Медицинское и пациентское сообщество области. К концу августа должно быть понятно, какие изменения бюджет внесут в связи с разработкой программы. Не все муниципалитеты справляются со сбором налогов. На прошлой неделе деньги недополучили Димитровград, Новоульянск, Теренгульский, Радичевский, Инзинский районы. А эти средства нужны для выполнения различных социальных проектов. А деньги где? Их кто-то с неба разбрасывает, что ли? Если бы с неба разбрасывали, то тогда надо было министерство создать по собиранию денег с неба. Но их не разбрасывают с неба, их зарабатывают. На территории зарабатывают. Продолжает оставаться сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Особенно остро стоит вопрос в ряде муниципалитетов. Например, в Димитровграде, Индии, Заволжском и Завержском районе областного центра. У нас достаточно сложная ситуация с загруженностью медицинских учреждений. Я напомню о том, что мы развернули огромное количество госпиталей. И даже они не исправились. Поэтому пришлось обеспечивать создание дополнительных койко-мест. Губернатор поручил проанализировать ситуацию в проблемных муниципальных образованиях. Кроме того, ограничительные меры по указу главы области продлеваются до 15 июля. Губернатор также утвердил распоряжение о создании памятного знака за вклад в развитие добровольческой деятельности. Медаль получила имя Светланы Ануревой. Несмотря на смертельную болезнь, девушка помогала бороться с жителем родного Красуна с эпидемией коронавируса. В честь Светланы также назовут Ульяновский медицинский колледж. В дальнейшее распространение коронавируса стоит вопрос о старте детской оздоровительной кампании. Окончательное решение будет принято в ближайшее время с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Мы могли бы, Екатерин Владимирович, Наталья Владимировна, выбрать несколько пилотных оздоровительных лагерей, которые наиболее подготовлены. В наиболее подготовленных муниципальных образованиях и открыть летнюю оздоровительную кампанию. Губернатор напомнил, что регион стремится к достижению нулевого детского травматизма. Это важно особенно летом. Однако во многих муниципальных образованиях безопасность детского отдыха не обеспечена. В частности, от проблемы очень остро стоит в Димитровграде. Пальцем не пошевелили, чтобы организовать безопасный детский отдых. Вы не обнахалели там, господа? В Димитровграде вы там вообще ничего, так сказать, не потерялись? Или потом вы там опять будете кричать о том, что ой, караул, так сказать, дайте нам еще каких-нибудь состав денег? Увольте это Шишкину, в конце концов, я уже публично говорю. Если человек не хочет ничем заниматься. Губернатор поручил в кратчайшие сроки разработать программу безопасного детского отдыха в тех муниципалитетах, где этого не сделано. А 10 число каждого месяца будет тематически посвящено безопасности детей. Кроме того, разработает стандарт взаимодействия муниципальных образований с активом многодетных семей. Поручил обратить внимание губернатора на подготовку школ и детских садов к топительному сезону. По состоянию на 24 число, на эту дату мы конкретно проверку проводили с участием соответствующих общественных контролеров, общий объем подготовки муниципальных образований и уровня исполнительной власти составляет 37,4%. То есть практически мы выходим на плановые показатели подготовки. В этом году на подготовку к топительному сезону будет потрачен почти миллиард рублей. Особый губернатор остановился на необходимости погасить коммунальные долги. Егор Титов, Владимир Куликов, Новости Улправда ТВ.